27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В дни 80-летия освобождения города на Неве во многих регионах провели праздничные мероприятия. И люберцы не стали исключением. Валентина Егорова была одной из тех детей, кто всю войну оставался в осажденном Ленинграде. Знаменательный день, 27 января 1944 года, в памяти остался навсегда. Ну, все выходили на площадь, всех, как говорится, обнимали, целовались, все были рады, что освободили город. Потому что было очень страшно. Люди умирали, падали, сильный мороз был очень. Как раз 41-й год, началась война. Это был мороз 40 градусов. Люди были настолько истощены. Есть нечего было. Вот раньше были бутылки с маслом, закрывались деревянными пробками. Вот мама давала мне эту пробку, вот сосала, и вот вся еда это была. В Люберцах проживают 28 детей блокадного Ленинграда. Они росли в условиях голода и холода, под постоянными взрывами снарядов и бомб. Но не сломились, не озлобились на судьбу и находили в себе силы продолжать жить. Из почки школьной тетрадки, все там одна. Весь мы же с тобой, Ленинградки, узнаем, что значит война. На вечере звучали военные песни и музыка Дмитрия Шостаковича. Школьники читали стихи Ольги Бергольц, смотрели кадры блокадной хроники и слушали стук метронома. Этот стук называли живым биением сердца блокадного Ленинграда. Полторы тысячи громкоговорителей по всему городу отбивали ритм, давая жителям знать о ситуации. Это была своего рода шифровка. Быстрый ритм метронома, воздушная тревога, медленный ее отбой. Перед школьниками выступил и герой Российской Федерации Сергей Липовой. Военному летчику часто приходилось смотреть смерти в глаза во время афганской войны, первой и второй чеченских кампаний, войны в Таджикистане. Но подвиг блокадного Ленинграда был примером того, что перед лицом врага сдаваться нельзя. Это самая трагичная страница истории Великой Отечественной войны. Но город выставил, город показал, доказал о том, что он по праву называется городом-героем. Все ленинградцы, которые прошли эти страшные испытания, они на сегодняшний день являются свидетелями ужасов фашизма и нашими маяками, на которые равняемся и мы, более старшее поколение, и являются примером для подражания нашей молодежи. В завершение концерта «Реквейма» прозвучала вечерняя песня, которая на долгие годы стала гимном Ленинграда. Слушай, Ленинград, я тебе спою, Занушевную песню спою. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Реквейма라는 язык, Петр Пономаренко, телеканал Лермании. Реквейма «Реквейма»